Детское радио представляет Про кошек, про собак Мой котенок, мой щенок Лучший друг на свете И когда играешь с ним Место не для скуки Но не надо забывать Это те же дети Их лечить, учить, кормить Нужно по науке Привет, дружок! Я доктор Добряков Много лет я лечу и изучаю собак, кошек, других зверей А теперь вот рассказываю тебе про них всякие истории Давай-ка я сегодня расскажу тебе про очень любопытное животное Которое древние римляне называли золотым волком А у нас звали просто чекалкой Так он, кстати, и по-научному называется Канис ауреус Золотая собака Может быть, масть на сходство с золотом намекает? Хотя какая там масть? Грязно-желтая Иногда с рыжиной Нет, только не золотая Кроме самого обычного шакала Который у нас в России встречается только на Кавказе И в Астраханской области Бывают и другие Самый красивый Чепрачный Из Африки У него черная спина и бока Как будто жилетка надета А лапы и брюхо Ярко-рыжий Очень нарядный зверь Бытует легенда, что когда-то, давным-давно Шакалы были приручены человеком Это далекое время называли золотым Потому что еды было вдоволь Делить всем было нечего И люди с животными жили в мире и согласии Шакалы оказались очень верными и надежными друзьями Но что-то разладилось в наших отношениях Люди выбрали нового друга Волка И от него, как мы с тобой уже точно знаем Пошли все породы собак А шакалы с тех пор Всегда живут рядом с человеком Но никогда не подходят слишком близко Нет, могут, конечно, и курицу стянуть И на бахчу залить Ой, шакалы страшные и сластеные Они обожают спелые дыни, арбузы и виноград Но если человек поблизости Шакалы никогда на разбой не отважатся Смотрят на нас такими грустными глазами Словно вспоминают былую дружбу Кто знает, в чем дело То-то немой укор в этом взгляде прочтет Может, поэтому древние римляны Золотыми волками шакалов и звали Они-то жили за две с половиной тысячи лет до нас с тобой И лучше помнили добрые золотые времена Но теперь вернемся в нашу эру Лет тридцать назад Замечательный биолог Клим Тимофеевич Сулимов Изучал феноменальный нюх шакалов Он у них еще лучше, чем у собак Причем намного И задумался ученый Как бы скрестить шакала с собакой Ведь если унаследуют от дикого родителя потомки Такое же тонкое чутье Какие служебные собаки из них получатся Клим Сулимов взялся за дело Ему отвели несколько вольеров в московском зоопарке И работа началась Вот тут-то и возникла первая трудность Ни о каких свадьбах между собаками и шакалами Не могло быть и речи Животные сторонились друг друга И совершенно не воспринимали представителей другого вида И тогда ученый пошел на хитрость Он взял нескольких маленьких щенков, шакалов и собак И стал их выращивать вместе Помнишь, мы с тобой говорили о том Что собака, выросшая в семье Даже людей воспринимает как собак своей стаи Вот так же и подопытные Клима Сулимова Выросли И быстро образовались пары А там их детишки у них родились А уже среди детей Ученый отбирал тех, у кого нюх лучше И учил их поисковому ремеслу Выборке на языке дрессировщиков Цель такой работы была очень интересная Создать новую породу служебной собаки С супер-нюхом Тут, брат, как в сказке Скоро слово сказывается Да не скоро дело делается На то, чтобы найти нужный породный признак Закрепить его и вывести новую породу Уходит десятилетие А тут начальство сменилось На спину одним генералом пришли другие Которые не очень-то хорошо понимали Что ни один, даже самый чуткий прибор Никогда не сможет заменить живую собаку С ее живым носом Клип Тимофеевич Сулимов ушел работать В международный аэропорт Шереметьево Его новые питомцы сегодня ищут оружие Наркотики, взрывчатку А его интереснейшую работу С собако-шакальями-гибридами Пришлось остановить Я очень надеюсь, что новые начальники Все-таки вспомнят про эксперименты По выведению новой служебной породы И когда ты вырастешь На таможне, в армии, на границе В уголовном розыске Начнут трудиться собаки С супер-нюхом В жилах которых Будет течь кровь золотых волков Вот такие они шакалы А теперь пора прощаться До встречи, дружок До новых историй Про кошек Про собак